Администрация объявила аукцион на привлечение кредитов на сумму 200 миллионов рублей. Для каких целей понадобилась перекредитация? Согласно которому мы должны перекредитовываться в случае снижения ключевой ставки Центробанка. Эти три кредита были привлечены на ставку 70,5%. Сейчас начальная максимальная цена ставки составляет 5,25%. То есть очевидно, что ставка будет снижена. На этом мы сэкономим порядка 1,5 миллионов рублей. Это не новые кредиты, это те кредиты, которые у нас идут в процессе перекредитования. Кроме того, согласно бюджетному кодексу мы вообще в принципе не имеем права привлекать кредит на сумму более утвержденного дефицита бюджета. Если у нас по районному бюджету утвержден дефицит бюджета в размере 103 миллионов рублей, то в течение года дополнительно мы не можем привлечь более 103 миллионов рублей. Поэтому это не дополнительные деньги, это те деньги, которые у нас идут в порядке перекредитования. Хотелось бы продолжить о том, о чем сказал Александр Валентинович, что кроме перекредитовки существующих кредитов, а не дополнительных, которые повлияют на уменьшение процентной ставки, соответственно уменьшат расходную часть бюджета на привлечение коммерческих кредитов, принято решение о создании рабочей группы, потому как по уменьшению затрат, по уменьшению всех затрат на содержание организации и учреждений, с учетом того, что по налогу на имущество от физических лиц у нас очень низкие идут поступления, задача до конца года максимально синхронизировать доходы с расходами, дабы уменьшить количество каких-либо потенциальных привлеченных кредитов или заимствованных из других уровней бюджета. Ну еще как раз по поводу кредитов хотелось ли уточнить. Вот смотрите, было озвучено, что в сентябре заканчиваются вот эти предыдущие кредиты, 200 миллионов, и мы берем снова 200 миллионов, чтобы их перекредитовать. То есть получается за год мы ничего не перекрыли по этим кредитам, мы просто оплатили какие-то проценты, и они у нас так и остались? Все правильно. И получается мы дальше так и будем перекредитовываться, и так же продолжаться все будет. Как получается так, что мы платим только проценты, перекредитуемся, и снова у нас получается большая сумма долга? Значит, сумма долга у нас была много лет, и она на данный момент есть. Процентная ставка была намного выше всегда. Соответственно, и платили больше. Сейчас перекредитовка идет с учетом того, что уменьшается ставка, федеральная ставка. Это нам дает возможность, привлекая кредиты на перекредитовку, уменьшать расходную часть. С тем, чтобы уменьшить нагрузку по привлеченным кредитам или уменьшить кредиты, или тело кредита, надо получить доходы. К сожалению, с учетом того, что мы в рамках областного закона всем жителям города Балаковского района пошли, что называется, навстречу, и люди уменьшили свой платеж по налогу до имущества. Плюс у нас, вы знаете прекрасно, очень большое было изъятие по налогу за предыдущий год, это более 100 миллионов рублей. Естественно, появилось отсутствие дополнительной доходной части. Поэтому с тем, чтобы закрыть кредиты, надо получить дополнительный доход. Откуда мы его получим, если уменьшилась доходная часть по налогу на имущество физических лиц? Плюс люди использовали свое право и изъяли из бюджета за вторую половину прошлого года и за этот год 100 миллионов рублей. Мне кажется, это простая математика, которая говорит сама за себя. Основная задача не увеличить кредиты, это первое. Вторая, как я уже сказал, собираем рабочую группу и отрабатываем, где еще можно и каким образом и за счет чего уменьшить расходную часть по всем уровням бюджета. И у меня тогда еще один вопрос, сколько у нас всего долгов, кроме этих 200 или это всего именно 200? Значит, 200 это не долги, это кредиты, это заимствование в коммерческом банке и в бюджете. Если необходимо ответить, мы вам дополнительно дадим ответ. Долгов по террам у нас нет, долгов по заработной плате у нас нет.